Добрый вечер, церковь, выходите вперед. Мы входим в сезон ходатайства. Мы входим в сезон, я так скажу, входим в сезон, где мы становимся в пролом за тех, которые не могут встать за себя в пролом. Я так скажу, с понедельника мы входим в сорокадневный цепочный пост. В конце я об этом поговорю еще немножко. Дорогие, давайте на это время, на эти сорок дней отложим все наши желания, все наши нужды. И будем, наш приоритет, пусть нашим приоритетом станут нужды тех, которые потеряны, люди, которые были отравлены, личности, которые не могут, я так скажу, сами жить, ходить, питаться, двигаться. Я так скажу, ребят, давайте мы с вами реально пойдем в этот сезон, где мы встанем в пролом за тех, кто не могут стоять за себя. Мы сделаем что-то. Мы будем двигаться, мы, я так скажу, мы жаждем видеть переломные моменты, и некоторые вещи будут меняться только по одной причине, потому что мы хотим видеть восстановленные жизни. Мы просим нашего Бога коснуться эту землю. Мы абсолютно понимаем, дорогая семья, что это не брань против плоти и крови. Мы сейчас идем в духовный мир, и мы разрушаем твердыни, которые удерживают этих людей. Я так скажу, это проблема не только локальных церквей, это проблема глобальная. Пришли моменты, где действительно есть моменты, которые должны быть исправлены. Мы должны помочь тем, которые имеют в этом нужду. Пост — это не просто желание контролировать небом. Многие не понимают, что есть пост. Некоторые люди по своему младенчеству идут в пост, чтобы Богу требовать что-то у Бога, заставить Царство Небесное что-то делать или двигаться. Бог так не работает. Пост — это вредище, это смирение перед Богом. Пост — это я отказываюсь от самых необходимых вещей в жизни, чтобы Бог увидел сетование моего духа, и Он обратил внимание, что я смиряюсь перед Ним и желаю видеть что-то измененным. В Ветхом Завете те, кто сетовали, они разрывали на себе верхнюю одежду и посыпали свою голову пеплом. Мы этого не делаем сейчас. Что это прообраз того, что они лишают себя самого необходимого. Они вымазывают себя в грязи, они снимают с себя их верхнюю одежду. Самое главное. Мы входим в пост, мы входим в молитву, и мы говорим Богу, Отец, Коснись — это поколение. Дорогие мои, я верю, что церкви должны наполниться. Есть демоны и бесы, которые удерживают. И я абсолютно вижу необходимость и нужду, чтобы церковь вышла в этот сезон, эти 40 дней, вышла в битве и в духовной брали против всего того, что удерживает. Дорогие мои, в последнее время, я так скажу, церковь, она больше теряет. Глобальная церковь чем приобретает или, я так скажу, через церковь проходит намного больше, чем остается. Это неправильно, это эпидемия, это должно остановиться. Церковь — это сеть царства, которая должна улавливать, и большинство должно оставаться уловленным. И дьяволом был создан определенный, я так скажу, полк или подразделение духов, которые делают все возможное, чтобы увлечь, беспечием остановить, забрать, украсть у тебя время, что угодно. Любимые передачи, любимые хобби, что угодно. В этом нет ничего плохого. Но если это все, что в твоей жизни осталось, и ушла жажда, ушел голод, у тебя больше нет страсти по Богу, по Его огню и движению. Что-то не так, должна включиться сигнализация. И Бог ее сейчас включает в центре трансформации и в нашей виртуальной церкви, где мы говорим, достаточно терять сквозь пальцы души, достаточно терять. Мы не будем, мы сейчас берем и сшиваем духовные сети, и мы говорим, дьявол, нет, ты больше не будешь красть уловленные души царством Бога. Ты не украдешь. Мы наносим поражение силам тьмы, которые останавливают это поколение, лишают его огня, лишают движения, лишают славы. Мы говорим без печию, нет! Мы говорим без печи, нет! Мы говорим, огонь возвращается в наше поколение! Мы становимся в пролом! Мы откладываем свои души, и мы идем за нашим братьям и сестер! Мы идем в смирение! Мы смиряем себя перед Богом и показываем Господь! Возврати назад своих сыновей и дочерей! Исцели их разрушенные сердца! Пусть мы в жизни придем в настоящее раскаяние, исчеление и восстановление! Мы призываем жажду! Мы говорим голод от Бога! О, все, что удерживает голод и жажду! Все, что крадет нас от Бога! Мы говорим нет! Всем духам, которые обкрадывают церковь! Всем демонам, которые удерживают жатву! Мы говорим долой! Мы доносим разрушение! Наша брать не против крови и плоти! Мы все наши силы сосредотачиваем на разрушении темонов и бесов, которые удерживают людей от огня, жажды и голода! Мы говорим восстановление первой любви! Восстановление взаимоотношений с Богом! Мы говорим жажда! Мы говорим голод! О, страсть! Пусть вернется страсть в тело Христа! Пусть вернется жажда в тело Христа! Пусть вернется огонь в тело Христа! О, восстановление! 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 Мы больше не будем терять урожай неба! Мы говорим Бог! Дай нам здоровые сети! Дай нам исцеленные души! Дай нам измененные сердца! Мы хотим иметь здоровую церковь! Исцеленную церковь! Где мы можем исцелять, а не заражать! О, господь исправь сети! Чтобы сети не прорывались! И улован оставался в царстве Бога! Мы хотят Иисусом за весь завет! За всех бастров и служителей по всему миру! Мы говорим, сети больше не будут прорываться! Мы говорим, улов Иисуса Христа будет оставаться в теле Христа! Мы говорим, дьявол больше не сможет обладывать детей Бога! Мы говорим, жажда! Мы говорим, голод! Мы говорим, огонь! Мы говорим, страсть! Страсть! Возобновляются отношения с Иисусом! Восстанавливаются потерянные взаимоотношения со Святым Духом! О! Восстановление! 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 Стой, пролоды! Посвяти себя на этот сезон! В сезон поста и молитвы! В сезон смирения своего! Сердце перед Богом! Мы говорим, Бог! Обрати внимание на наше вредище! Мы откладываем все проекты! Мы говорим, Бог! Наш самый главный проект! Это восстановление утерянного! Это восстановление утерянного! Мы говорим, мы видим, мы верим, и мы стоим в проломе! Господь, коснись сердца тех, которые даже не хотят слышать ничего о церкви, о Боге, о движении тех, кто были ранены! Мы сейчас говорим, Дух Святой, посвятиясь и сердца! Коснись эти дома! Господь, войди в эти семьи! Исцели раненые сердца! Бог! Мы как церковь должны делать свое дело! Бог будет делать свое! О, если бы мы знали, насколько небо зависит от невесты, от церкви на земле, бы мы намного чаще молились и постились! О, начинай разрушать твердыни дьявол! Начинай входить в это свирение! Отдень на себя это вредище! Переживи боль Бога по погибающему поколению! Бог, отдень на меня свое вредище! И я хочу пережить боль твоего сердца! Я хочу чувствовать то, что чувствует Иисус! Дай мне пережить твою страсть, Господь! Дай мне пережить твою боль! Мы входим в сезон свирения! Мы одеваем на себя вредище смирения и говорим Бог! Мы отказываемся от пищи! Мы отлаживаем, Господь откладывает все наши хобби! Мы входим в сезон, где мы все ставим на паузу на этот сезон! И мы говорим, Отец, мы хотим видеть детей восстановленными в доме! О, сколько депрессии сделало разрушение! Сколько бесспечия! Оно подкралось постепенно, по чуть-чуть! И те, которые горели два года назад, сейчас даже порвали отношения с Богом! Многие из них уже забыли, когда последний раз исполнялись Святым Духом! За них мы молимся! За них мы стоим в проломе! Потому что вредище Бога, оно ложится на наши притчи! И мы говорим, Бог, мы говорим, да! Мы, как те пророки, которые идем и делаем то, что небо нам говорит! И сейчас сезон смириться перед Богом! И сейчас сезон для пророков Бога одеться во вредище! И увидеть боль, увидеть нужду, увидеть то, где нужда молитва! О, стой в проломе! Молись, говори! Отец, возврати! Отец, восстанови! О, как небо зависит от того, что ты говоришь! Чаши молитвы наполняются, Когда церковь вкладывает энергию в свою молитву, Бог! Мы говорим, да! Мы говорим, да! Мы говорим, да! Восстановление! Реставрация! 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 О-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Дух Святой движется, в те дома! Дух Святой заходит в системе, где разруха, боль, грустна! Дух Святой идет и касается тех, кому нужна! Сила, слава, кому нужна! Исцеление! Исцеление в тело Христа! Исцеление в тело Христа! Исцеление! Исцеление! Восстановление! О-о-о-о! Мы стоим в ралоне! Мы стоим в ралоне! Дух Святой! Мы видим восстановление! Мы видим блудных детей, которые ушли из дома отца много лет назад! Мы видим их, возвращающимися назад! О-о-о! Дух Святой! Коснись сердца отступивших! О-о-о! Дух Святой! Коснись сердца тех, кто охладел! Господь! 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 Коснись! Коснись! У нас ничто не отступает! Битва жестока! Битва реальна! Бог хочет дать следующий уровень славы! О-о! Как Он хочет дать следующий уровень славы! Где будет воскрешение мертвых! Где будет восстановление частей тела! Где будет транспортация! Но все это будет дано движущейся церкви! Все это будет дано той церкви, которая не развлекается, а идет как армия туда, где она нужна! Чудеса будут происходить только там, где они нужны! Чудеса будут происходить только с теми, кому они необходимы! Игра в церковь закончена! Должна подняться армия Бога, которая идет, которая несет его свет, его слово, которая несет миссию неба! Новое поколение! Новое вино! Новые сосуды! Новые сосуды! Наполняются новым вином! Господь! Слава! Слава! Слава приходит! Слава приходит! Новый уровень огня чудес, которые нам не снились! О-о-о-о! Новый огонь! Новая слава! Новый уровень! Светующие тысячу стадий! Господь отмерил нам! О-о-о-о! Мы входим в новое! Мы входим в новое! Господь! Мы входим в новое! Мы входим в новое! Мы входим в новое! И судьбы не способны остановить детей Бога! Бог приготовил для тебя и меня что-то намного больше! Научи нас любить, Господь! 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 Бессмертным душам человека! Мы сделаем все возможное, чтобы нас услышало это поколение! Иисус! Мы надеваем вредище! Мы перестаем играть в игры! Иисус! Окружи нас людьми, которые готовы идти на смерть! За человека! За тебя, Иисус! Окружи нас настоящими! Да будут обраны все подделанное! Нам не нужен спектакль Бог! Дай нам настоящий! Нам не нужны игры в церковь, не нужны постановки! Дай нам боль, дай нам любовь, потому что без любви мы не умеем служить! Мы играем в игру, мы умоляем Тебе, Иисус, в этот новый сезон! Пусть весь центр будет захвачен Твоим видением спасения людей! Я благодарю Тебя, что с самого первого дня, как родилась эта церковь, Ты подарил нам видение! Поэтому столько тысяч людей трансформировано по всей земле через это место! Я верю Богу, это только маленькое семя того, что начинается ад! И дьявол даже не представляет, что надвигается на его царство! Нас не становится меньше, нас каждым годом становится больше! ДНК Богом возрастается! ДНК Первопустойской церкви поднимается! Мы те, которые решили идти до конца! Мы еще раз говорим Богу, дай нам сердце, которое способно нести Твою любовь! Дай нам сердце, которое будет гореть до конца жизни! Не дай никогда никому на этом месте охладеть! Не дай никому войти в суету! Мы рождены быть на троне с Иисусом! Мы рождены быть церковью и Его невестой! Мы не рождены быть на втором месте или у порога дома! Мы рождены быть рядом с Ним! Нам доверена честь, которая мало кому доверяется быть рядом! Но кому много доверено, с того Бога спросится! И именно по этой причине, потому что Бог сбросит с меня! Я говорю, Бог, захвати меня ураганом Своей славы! Захвати меня огнем Своего ведения! Захвати меня! Все, к чему я прикасаюсь, пусть оживает и никогда не умирает! Бог, все, что попадает в радиус моего влияния, будет восстанавливаться, не будет засыхать и умирать! Бог, надели меня Своей любовью, надели меня Своей страстью! Я хочу иметь Твое сердце! Я хочу иметь Твою любовь! Я жаль, чтобы Ты захватил всю нашу семью! Проси Его! Семья, проси Его! И Он сделает для тебя! Нам эта жизнь надо, чтобы не просуетиться, а чтобы отдать Ее! Отдать все, что мы можем! И поэтому я один из тех, кто твердо решил идти до конца! Много лет назад я сказал эти слова, и я не сдвину ни шага не сойду с этого пути! Это моя мечта! Нет ничего лучше, чем быть на том месте, где Бог призвал тебя! Отец! Поднимай! Он поднимает Своё ДНК! Мы ещё увидим личностей в окне! Мы ещё увидим настоящие церкви! Мы ещё увидим, что значит церковь, которую сам Иисус создаёт! Дьявол и ад встанет на колени перед этими церквями! Ад будет рушиться, где поднимается ДНК Бога! О-о-о-о! ДНК Бога! ДНК Бога! ДНК Бога! ДНК Иисуса Христа! Мы не пойдём на компромисс! Мы не дадим духу религии искать стандарты в церкви Иисуса Христа, которую Он родил две тысячи лет назад! Мы не пойдём на компромисс! Мы не сдадим позицию огня с жажды голодом! Церковь – это то, что изменяет всё, с чего она касается! О-о-о-о! Реформируй нас! Трансформируй нас! Трансформируй нас! Трансформируй нас! Трансформируй нас! Я жажду еще глубже взаимоотношений с Тобой Я отдам все ради того, чтобы следовать за Тобой Это моя жизнь, это мое сердце Я ничего не хочу и никогда не хотел, кроме Тебя, Иисус Я верю, это сезон встреч с Богом Я верю, Он должен открыться этому поколению Мы должны соскочить с людей, которые знают Бога И познать Его лично Но чтобы это произошло, мы должны жаждать Его, а не проповедников И поэтому я жажду Его Никто из людей не способен мне дать то, и Тебе Никто не способен дать из людей то, что хочет дать Тебе Бог Всякий раз, когда я вхожу в реальный контакт с Ним Я изменяю всякое Я не верю людям, которые говорили, Бог за мной встречался, и Он не изменился Я не верю, когда Бог встречается с человеком Человек не может остаться тем же самым И поэтому я знаю тех, кто встречался с Ним Они трансформируются Они преображаются Нельзя столкнуться со славой Бога и остаться тем же самым Слава преображает Коснись нас Бог, я прошу Тебя Пусть на этом месте, на это движение На все церкви завета На нашу семью, глобальную, огромную семью Опустится новый уровень откровений и посещений Новый уровень встреч с Богом Пусть в этом 2014 году Энкаунтеры с Богом перейдут нас Еще на больший уровень Мы верим, что градусы должны подниматься И децибелы должны увеличиваться Духовные градусы Духовные децибелы Бог мы знаем Ты жаждешь посвященных Мы делаем шаг по направлению к Иисусу Церковь это первая молитва в этом году Давайте поставим наши приоритеты И отделим наши реальные принципы Скажем Бог В этом году я больше шутить не буду В этом году я делаю реальный шаг И я посвящаю Тебе мою жизнь по-настоящему Я обещаю Тебе Я буду давать Тебе все, что я могу Мое время Твое Сделай шаг И Он сделает двадцать по направлению к Тебе О, Иисус Захвати нас Захвати нас Захвати нас в новом вихре новой славы О, Церковь Следующие тысячи стадий отмерены Я уже их чувствую Я почти уже нахожусь там Я знаю, что этот сезон вхождения еще будет Потому что некоторые боятся отсоединиться от старого Но центр трансформации Это то место, где Бог движется, не останавливается И я дал Ему обещание, что пока Бог движется Я буду бежать за Ним Забывая заднее, даже хорошее Я иду за Ним, потому что у Него есть что-то настолько великое для нас Что прошлые чудеса и слава Померкнут в сравнении с тем, что Он приготовил для Церкви Иисус, я жажду Иисус, я жажду Я одеваю вретище и я говорю Я иду в новое Я иду туда, где нужна помощь в Церкви Я иду туда, где чудеса действительно нужны Я иду туда Бог, я прошу Тебя Направь мои пути так, чтобы я появлялся там Где нужны чудеса и славения Бог, распланируй мою жизнь так, чтобы я столкнулся с душной Которая Он выкинет из меня небо Бог, я посвящаю мою жизнь Тебе Иисус, новое, 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 новое Аллилуйя Иисус, проши новое Отец Спасибо тебе за новый сезон Спасибо тебе за новый сезон За новый сезон твоей славы За новый уровень твоей славы За новый уровень огня За новый уровень твоего присутствия, Господь За новый уровень Спасибо тебе Мы вошли уже туда Мы не думаем по-старому Мы не смотрим на вещи по-старому Мы отрезаем все вчерашнее Мы отрезаем все вчерашнее Мы забываем все вчерашнее Мы идем к новому Слава Мы идем в новый сезон Мы провозглашаем этот сезон Сезоном возвращения твоих детей Сезоном возвращения твоих потерянных детей Остановление сезон Этот новый год Это новое время Проси церковь Возвращение потерянных дочерей и сыновей Возвращение в царство Возвращение потерянных царства Мы призываем твой свет Мы призываем жизнь Те, которые потеряли надежду Те, которые духовно умерли Да, Господь Те, которые находятся в духовной коме Возвращение Мы освобождаем Дух Бога Мы освобождаем жизнь Жизнь Мы освобождаем Дух Бога Прямо сейчас Как небестор Исуса Христа Мы берем эту власть Мы освобождаем Дух Бога Потерянное поколение Мы освобождаем Дух Бога Но мы сможем оставить уровень славы, который они еще не видели. Потерянное поколение. Дух Бога и жизнь. Дух Бога и жизнь. Дух Бога и жизнь. Дух Бога и жизнь. Дух Бога. Дух Бога. Дух Бога. Мертвые кости. Мертвые кости. Жизнь. Мертвые кости. Жизнь. И мертвые кости. Жизнь. Огонь. Жизнь. Огонь. И мертвые кости. Жизнь. 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 Мы высвобождаем дух истины В обманутое поколение, которое живет в иллюзии, в беспечии Дух истины, свет Дух истины и свет Дух истины и свет Балтия лжи рвется Балтия лжи рвется Балтия обмана рвется Дух истины, дух истины, дух истины В обманутых живущих в иллюзии, живущих в беспечии Дух истины и свет Бога Дух истины и свет Бога Мы высвобождаем Исцеление Те, которые изранены Те, которые смучены Исцеление 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 раненым Исцеление Мы высвобождаем Исцеление Огонь Бога Огонь Бога Огонь живого Бога Огонь живого Бога Мертвые кости Мертвые кости Отец, мы видим возвращение Твоих дочерей Мы видим возвращение Твоих сыновей Мы видим радость в Твоем Царстве Возвращение Возвращение в дом отца Возвращение в дом отца Возвращение в дом отца Спасибо за новый сезон За новый сезон Раскараемся За новый сезон Те, которые сели в горе Будут пожинать в радости Те, которые сели со снежами Будут пожинать в радости Это новое время Раскараемся Это новое время радости в дом отца Возвращенные дети Мы видим возвращенных детей Заполненным духом Бога Заполненными жизнью Заполненными жаждой Заполненными голодом Это возрожденные дети царства Возрожденные дети света Возрожденные дети огня Мы видим их возвращение Мы видим их возвращение Мы видим их возвращение в дом отца Дух Бога Дух Бога Дух Бога проникает сейчас в каждое сердце Дух Бога Дух Бога Дух Бога заполняет их Дух Бога Рушатся все обманы Рушатся все иллюзии Приходит свет Приходит озарение Приходит понимание Приходит жажда встречи с ним Приходит первая любовь Мы просим о возвращении первой любви Тем, которые когда-то знали тебя И которые засохли Мы просим, Отец, напомним о первой любви Пусть эта первая любовь Приведет их обратно в твой дом Первая любовь Напомни им о первой любви Кем они когда-то были Когда были с тобой Что ты им показывал Пусть придет Первая любовь Возвращение первой любви Возвращение первой любви Это сезон возвращения первой любви Возвращение первой любви Любви к Твоему Творцу, ради которого Ты живешь Она возродит Тебя Она вернет Тебя в дом Отца Возвращение первой любви Пусть она захватит каждого Пусть она захватит каждого Возвращение первой любви Отец, просто и злее любовь Отец, который еще мир этого не видел Любовь, в которой мир еще не видел Которую мы не видели Которую мир не может понять Это новый уровень любви Это новый уровень любви Высвободи отец Высвободи новый уровень любви Новый уровень любви Возвращение детей Возвращение в любовь Возвращение в любовь Отца Возвращение в любовь Отца Они должны столкнуться с любовью Отца Отец, выжди твоих детей, выжди твоих людей Которые вернут их в любовь Отца Отец, крести нас в твою любовь Мы не можем, Отец, привести их без твоей любви Крести нас в твою любовь Крести нас в твою любовь Крещение в любовь отца Крещение в любовь отца Мы не можем их любить отецами Мы не можем их понимать Крещение в любовь отца Крещение в любовь отца Поколение, крещенное в любовь отца Эти дети вернутся в любовь отца Спасибо, отец Спасибо, отец Мы радуемся, потому что мы уже видим этот день Мы радуемся, потому что мы уже видим этот день Они возвращаются в дом отца Исцелённые, восстановленные Заполнены жаждой, заполнены голодом Мы видим их, отец Мы видим их трансформированными Мы видим их исцелёнными Твои потерянные дети возвращаются Со всех концов земли Со всех концов земли Со всех концов земли Мы призываем мёртвым костям подняться Со всех концов земли Мёртвые кости, поднимайтесь со всех концов земли Со всех концов земли Идет армия Поднимается армия Поднимается армия Со всех концов земли Поднимается эта армия Со всех концов земли Со всех концов земли Это новое время Восстановление славы Бога Восстановление потерянного поколения Мы объявляем этот год Этот год Восстановление твоих детей Восстановление твоей любви, Отец Этот год В этом году, Отец, мы будем видеть большой урожай Восстановление из потерянных детей твоих Мы будем свидетелями того, как они будут возрождаться в царство Это уже происходит Это уже происходит Это уже происходит Спасибо, Отец Спасибо, Отец Это началось Спасибо за этот новый сезон Спасибо тебе за новый сезон Father, мы возьмем у нас This generational mandate Мы скажем, да Восстановление твоих детей Мы объявляем твоего сердца Мы объявляем твоего рождения Восстановление 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok generation and mighty displays of your glory and signs and wonders draw crowds to yourself Jesus become tangible become visible so people can begin to run to you come to this generation Jesus come to this generation be visible be tangible be audible your church is your representation come to your church come to your church become one with us become one with us that people might begin to see you they might begin to see that Jesus Christ is real and that you are living and breathing today in the earth and you're doing it through your church let your light shine bright wherever the churches are upon this earth but these churches began to shine bright in the midst of thick darkness let the light increase in the church let the light increase this light would begin to pull from many different directions people crowds people that are dying people that are hurt people that are wounded and bleeding people that are oppressed and depressed people that are in chains and bondage that they would come and find real true freedom that it won't be just words anymore that it would be a display of your power a true gospel it's not a gospel if there's no miracles we want complete gospel jesus complete gospel we want complete gospel of the kingdom complete gospel of jesus christ and it's not just about preaching it's about demonstration it's about reaching out to the needy it's about loving on people and showing god and getting them healed lord come touch through us we make ourselves available we say that we want to love we say that there is nothing greater than your love and right now we just open our spirits that you would begin to possess us with your love we open our spirits come on church open your spirit begin to ask him to come and possess you with his love there's got to be an invasion revolutionize your church jesus if we must carry a revolution we must first be revolutionized by you if we must carry the revolution of your love come and revolutionize us begin with us jesus come and revolutionize us i want your revolution on the inside of me i want you to come and revolutionize me jesus there's nothing else outside of you there's nothing else outside of you you are everything you are everything and if we're truly going to shine your light and if we're truly going to shine your light we must be possessed by you jesus completely entirely possessed by the spirit of god come and just begin to take over your people come and take over your people all those that hear us and see us every one of us we humble ourselves before you we're saying no to old nature we're saying yes to the new man according to jesus christ's nature we want your nature we want your nature we want you jesus we want to walk with you wherever you lead wherever you take jesus come and revolutionize us it's a revolution that must play and take place on the inside of every heart rearrange us god by your spirit we're asking you seven spirits of god the way that you possess jesus as a man on the earth come and possess your church in that same way we call upon the seven spirits of god come and possess your church in the same way you possess jesus christ on the earth for display of your glory for display of your kingdom for display of your goodness we want the fullness of the holy spirit we want the fullness of god we're so ready lord we stepped into this new year and we are ready we are ready for you to just lay hold of us come and lay hold of us that we might be effective that we might begin to infect other people with your glory infect other people with your love that it won't be just words that it would be our life the greatest message we can carry is our lifestyle a message of love a lifestyle of love we can say one thing but if we don't show that we just need to stop lying to ourselves that is why we need to change jesus change us begin with us fill this church fill your church in the earth fill your church in the earth that we can really hurt with you for this generation that we would genuinely cry for this generation that we would genuinely pray for this generation we say yes to you jesus we want to partner with you and we want that next level of glory we want the next level of glory yes jesus we're here for you jesus we want the next level of glory take us to the new level of your glory greater glory that you have reserved for such a time as this greater glory greater glory greater presence of jesus in the earth greater glory is simply more of jesus more of jesus manifesting we more we want more of you manifesting we don't want to play church we want to see you we want to see your display we want to see your manifestation we want to be caught up in encounters with you we want you to just come and mess us up we want to lose all control in you we want your spirit to come and overwhelm we're tired of being in control we want you to come and overwhelm just want to lose all control in you because you know better you know all things you've designed the church you know how it should be we want the new level of your glory we want our eyes to be opened to see you walk into this place jesus one of these days we want our eyes to be open and see you physically walk into this place physically walk into this place because there's so much of you here there's nothing holding you back from just walking in here walking and visiting your people oh that we would be blessed with seeing you or that we would be a church that we would be blessed to see you even physically even physically jesus that we would be able to even come and touch you physically jesus for all things are possible in you we want our desires before you and these things have occurred before and we know that you can do whatever you want we just want encounters with you all for your glory encounters that would change us encounters that would make us more effective in our ministry to people it's all about you jesus it's all about you jesus thank you dear i И абсолютно в духе вижу и ощущаю, что в этом столетии должна произойти очередная Азуза или Пятидесятница. Я не знаю, как это назвать, но это настолько ощущаю, что не могу даже объяснить, насколько это близко находится. Должно произойти следующее мощное движение Святого Духа. И это движение будет намного сильнее, чем все предыдущее, потому что в этом движении будет задействована масса средств информации. То, чего не было сто лет назад в Азузе. Это не будет одно место. Я абсолютно вижу это горящие точки, это видение, оно повторяется и повторяется во мне. Но он сказал, сын, я никогда не отдам моего самого драгоценного эгоистам. Я никогда не отдам тем, кто это просто захотят. Посмотрите, что происходит у нас и приходите к нам. Этого больше Бог делать не будет. В прошлые времена поднимались чемпионы, да, поднимались личности, на которых висело все, но большинство из них пали. Большинство из них ушли из этой жизни даже очень нехорошим путем. Дорогие мои, Бог будет поднимать сейчас тело. И сейчас мы живем во время, где происходят уникальные вещи. И он мне сказал, сын, разделишь ли ты со мной мою миссию? Дорогие мои, знаете, почему мы входим с вами в этот сезон? Вы знаете, что миссия ходатая нет выше никакой миссии. И Иисус это первый ходатай. Это тот первый, кто стал в пролом. И вы знаете, нам нужно понять миссию Христа. Если мы с вами хотим увидеть мощное движение по всей земле, и мы будем являться частью этого движения, то мы должны увидеть себя рядом с Иисусом ходатайствовать. Дорогие мои, я верю, что это сезон восстановления ходатайства не в отдельные группы, а в тело Христа. Где мы становимся и говорим, нет, порванным сетям довольна терять души, довольна перепахивать поле и собирать жменью зерен, довольна. Довольна работать весь день и всего лишь привезти несколько рыб, когда через твои сети прорванные прошли тысячи. И я говорю, вы знаете, это сезон, где мы в духе просто закрываем задние двери. Вы знаете, что церковь, она сосредоточена на передние двери. Эйман? Кто входит? Но церковь, я не говорю это, я говорю глобальная церковь, в основном, вы знаете, сосредоточена на передних дверях, но на задних дверях никто не сосредоточен. В задние двери умирают и отходят, отсыхают, отпадают, постепенно с первого ряда перемещаются дальше, дальше, я духовно имею в виду, и в процессе остаются у задних дверей, и потом у них уже нет ничего, что связывает их с местом. И он сказал, сын, если вы хотите увидеть мощное движение, мощное движение сопровождается только так, вы знаете, что любое мощное движение, начиная с Пятидесятницы, заканчивая движениями, вот Азуза, да, и в наше столетие сопровождалось мощным уловом, мощным урожаем в Царство Небесное. Вы знаете, что Азузой, да, здесь, в Америке, в Лос-Анджелесе, здесь было уловлено миллионы, ребят, миллионы. Фильям Симур, человек, который даже у него, у самого здоровья было неправильно, у него там проблема со зрением, дорогие мои, обыкновенный черный мужчина, который снял просто с сараи, в котором не было ничего, вместо кафедры стояла коробка, конюшня, как угодно называйте, все знают историю Азузы. И вы знаете, что? Он сказал, я хочу помочь тем, кому нужно. Вы знаете, на чем было основано служение Вильяма Симура? Знаете, на чем? Напомнить вам, чтобы все пережили крещение Святым Духом, это была его цель номер один, Вильяма Симура. Он сказал, вы знаете, что ему закрыли? Все деноминации закрыли двери. Все назвали его сатанистом и еретиком, все, даже его учителя, которая учили его, ее любили. Самое лучшее, что сделали некоторые из учителей, которые были чемпионами на то время, они просто наблюдали за ним, они не говорили ни хорошего, ни плохого, просто наблюдали. Но когда на этом простом мужчине, черном мужчине, которого даже никто толком в виду не имел, сорвалась такая слава, которая по сей день эхом отдается до сих пор в нашем поколении. Такие, знаете, что я верю? Время повторится, Азузь. Я верю, церковь. Время кому-то сказать, я остановлюсь на колени, как Вильям Симура говорит, мне все равно, это здание или это конюшня. Мне все равно. Я хочу, чтобы каждый пережил встречу с Иисусом. Вы знаете, что Бог доверил Вильяму Симуру? Это самое мощное движение нашего столетия, только по одной причине, потому что Он не хотел его, Он хотел видеть души спасенные. Он хотел, Он пережил крещение Святым Духом, и Его это настолько накрыло, что Он сказал, это должен иметь каждый. На этом была основа на Его служении. Его ненавидели, все газеты были против Него, Его пытались закрыть пожарные охраны, полиция. Несколько раз пытались поджигать, уничтожать. На Его жизнь было покушение много раз. Бог мой! Но Его Иисус всегда уберег. Почему? Потому что этот человек не гонялся за какими-то чудесами, Он гонялся за душами. Дорогие мои, мы хотим чудес. Давайте идти за душами. Давайте растянем сети и пойдем ловить. Иисус сказал, я вас сделаю ловцами человеков. Ничего другого. Он говорит, я вас сделаю ловцами душ человеческих. Вот что важно для Иисуса. Давайте в этом сезоне. Дорогие мои, я так благодарен Богу за наши предыдущие две тысячи стадий. Некоторые люди говорят, о, вы что-то делали неправильное. Нет! Вы знаете, когда я начал, знаете, с чего моя молитва началась? Я говорю, Бог, наверное, я что-то не то делал. Он говорит, сын, Он меня ободрил. Он говорит, вы эти две стадии прошли на отлично. Он говорит, вы сделали все, что я вам говорил. Но теперь время начать. Вы знаете, все эти девять лет Бог давал нам сеть. Она с каждым годом скромнилась больше, глобальнее, глобальнее. И теперь Он говорит, дорогие, а теперь время опустить эту сеть действий. Зашить все дыры. Поставить свои приоритеты на место. Вырасти из того, что некоторые, может быть, не выросли. Вырасти, окрепнуть. И сказать, Бог, если твой приоритет на земле, и Иисус, когда ходил по этой земле, были души, мой приоритет – это души. И там, где спасающиеся души, там будут самые мощные чудеса. Церковь, приготовьтесь к славе, которую мы не видели еще никогда. Приготовьтесь, дорогие. И это будет там, где это действительно нужно. Поэтому мы с вами входим в этот сезон, в сорокадневный сезон. Мы уже в него постепенно входим. Естественно, с прошлого года в этот год это перетекает. Бог нас наряжает. И я говорю, честно, я откладываю все проекты. Для меня один проект – это стать ходатаем в Царстве Иисуса Христа. Стать ходатаем. Вы знаете, что одно из самых огромных служений сейчас в Америке – это IHOP. Кто знает о нем, да? International House of Prayer. Вы знаете, что у этих людей самая главная цель и миссия – это ходатайство. И вы знаете, что я заметил? От роста взрывается все, что принимает на себя ходатайство за это поколение. Мы хотим рост? Конечно. Мы хотим увидеть массы душ спасенных. Эймен. Это и есть цель роста. Не просто, чтобы стулья, чтобы попы в стулья сели. Чтобы души пришли. И не просто сидели, а горели, двигались. Вот что значит церковь. Это наша миссия. Чтобы от первого ряда до последнего все горели огнем Святого Духа. Это наша цель. И поэтому я еще раз говорю, дорогие мои, первая тысяча стадий – это ведение, скелет. Вторая тысяча стадий – это слава. Бог нам показал, что чудеса происходят сейчас. Но теперь, он говорит, у вас есть ведение и понимание славы. А теперь я эти все вещи употреблю в третьей тысяче стадий, что значит уловить. Не просто десятки тысяч душ, которые были уловлены, дорогие. Мы будем с вами видеть сотни и миллионы. Я знаю это. Не то, что там я или ты. Мы, мы вместе, как одна семья, как восстановленная ДНК Христа, мы будем с вами видеть в процессе этих лет по всему миру поднимающаяся мощная церковь. Новая ДНК. Люди, которые не отдадут позицию Иисуса. Люди, которые сказали, я хочу то, что было у первых апостолов. Я хочу то, что Иисус называет церковью. Не то, что люди, знаете, гибрида слепили и повесили бирку церковь. Нет ДНК Христа. Вот эта церковь. Спасибо Ему за этот прекрасный сезон. Вы чувствуете, как Он надвигается? Я вам серьезно говорю. Я понимаю, знаете, когда меня там на двухнедельном круизе на корабле Папа накрыл, я понимал, что церкви придется немножко, знаете, сезон, чтобы войти в это. Но ты в это входишь. И ты в это будешь входить в процессе этих сорока дней. И когда для тебя откроется, что самая мощная позиция на земле, это отдать свою жизнь за кого-то, ходатайствовать за кого-то, отложить все и стать, пожертвовать себя. Написано, нет большей любви, чем, продолжайте, отдать жизнь за ближнего. Вы чувствуете, где самое настоящее? Самое настоящее заключается не в том, что Бог дай мне, я хочу быть, Бог посети меня. Нет, Отец, я иду, потому что им нужен ты. Я становлюсь проломом, потому что им нужен ты. За меня ты позаботишься. Прежде всего, ищите царство и правды Его. И все это, что это? Все, что тебе нужно для движения, будет приложено тебе. Надо мудрость? Мудрость. Мертвые воскресать? Мертвые будут воскресать. Чудеса, знамения. Любые чудеса и знамения. Самое главное, двигайся. Аминь? Классно? О, мы входим с вами в классный сезон. Я так благодарен. Знаете, я уже вижу восстановление, я уже с некоторыми людьми даже повстречался. Вы знаете, я очень рад. И все только начинается. Дорогие мои, я четко знаю, когда мы с вами пойдем в этот пост, вы увидите, какие духовные элементы будут сдвигаться. Дорогие мои, пост и молитва – это духовное оружие. Это не просто тебе куда-то идти надо. Дорогие мои, у тебя отбоя не будет. Тебе звонить будут. Только успевай ходатайствовать, приезжать, молиться, служить. Почему? Потому что Бог начинает. Если написано, что ты свет, свет ищут. Кто-то понимает, что никто не отворачивается, все ищут свет. Поэтому, когда ты свет, тебя будет видно. А когда тебе видно, тебя легко найти будет. И поэтому к тебе сползаться будут. Каждый мотылечек, каждая букашка, даже на кемпе зажигаешь эту лампочку. Смотришь, все, что отовсюду, что только видит свет, все к свету сходится. Это принцип. Это почему Иисус сказал, что ты есть свет. Все, что хочет свет, придет к свету. Все, что не хочет свет, отойдет от света. Не переживай. Когда включишься ты, твой свет, который внутри тебя, он и разделит. Эймен? Тех, кто любит свет, на тех, кто его не любит. И все. Эймен. Воздай, слава Богу, прекрасный сезон. Пару моментов, которые мы сейчас сделаем. Да, давайте сделаем, дорогие мои. Первая неделя это приношение Богу сейчас. Приготовься. Приготовься к жертве. Пожалуйста, вынесите корзину сюда. Пожалуйста, дорогие, кому нужен конвертик, поднимите руку. Команда, держите высоко, чтобы вас видели. Да, поставьте сюда, пожалуйста. Дорогие, первая неделя, я так скажу, Нового года, первая молитва, первый сбор. Поэтому, я так скажу, все новое. Поэтому, я так скажу, от начатков, прибытков просто благослови Бога. Благослови. Реально, сделай сегодня жертву. По-настоящему сделай жертву. Я понимаю, много ушло на праздники. У нас же праздник больше. Приношение Богу. Это самые лучшие праздники. Пусть Иисус благословит ваши даяния, дорогие. Пусть Бог благословит ваши сердца. И потом мы пойдем во вторую часть. Я в Портленде это вчера уже сделал, так скажу. И, может, некоторые из вас, которые заходили сюда, вы увидели стол. И там у нас девушки будут регистрировать. Да, ребята будут регистрировать там на пост. Они вам объяснят все. Они вам дадут карточки такие. Но сейчас мы сделаем это. И потом я буквально в минуточку объясню, как это все будет делать. Что, все почти позаписывались уже? Ну, народ, молодцы. Ну, я понимаю, что не все, но... Мы будем записывать сегодня. И также будем записывать еще в воскресенье, чтобы вся церковь могла участвовать в этом. Прошу вас, дорогие, пока собираю, скажу так. Пожалуйста, все, даже молодые, даже те, кто могут хотя бы один день поститься. Церковь, мы хотим с вами настоящее движение. Давайте по-настоящему оденем на себя вретище. Давайте, пусть даже наши дети вместе с нами побудут в посте. Мои дети будут со мной в посте, это я гарантирую. Выйдите, да? Пожертвуйте все, кто готов. В период поста, дорогие, и молитвы, пожалуйста, на домашних группах, где вы собираетесь, пожалуйста, молитесь об этом. Давайте сделаем этот сезон ничего, кроме ходатайства и молитвы о спасении. Ничего, кроме восстановления жажды и голода людей. Завтра у нас субботник. Спасибо, Жень. Завтра субботник у нас. Хочу объявить. Пожалуйста, все, кто хотят помочь на кемпе, пожалуйста, приедьте. Подойдите к Жене, да, Жень? Подойдите к нему. Он ответственный. Опять же, я говорю, ребят, все для себя делаем. Я так скажу, баню ребята восстановили. Это вообще, аллилуйя, я в шоке. И баня, это вообще красота. Поэтому, дорогие, нам нужно до мужского энкаунтера. У нас там прорвали некоторые трубы, потому что все было изначально неправильно сделано. И нужна помощь, чтобы до мужского энкаунтера было сделано все. Пожалуйста, дорогие, откликнитесь, подойдите к Жене. И все, кто могут, просто поедьте туда на один день и помогите, чем можете. Просто нужна ваша, ваша просто сила, участие. Спасибо. Поэтому все, кто хотят помочь, пожалуйста, обратитесь. Делаем для себя же, опять же, для себя. Просто хочется к мужскому энкаунтеру все успеть сделать. Все имели возможность пожертвовать? Да? Все? Если кто-то еще не смог, помашите руку, я подожду вас. Все, да? Хорошо. Отец, спасибо тебе за это приношение. Спасибо тебе, Господь, за каждую, каждую жертву. Любимый, спасибо тебе, что дом твой никогда не будет пуст. И в нем всегда будет уют и благословение. Благодарим тебя, Бог, за все, что ты делаешь в центре. И мы с удовольствием суппортируем твой дом, через который спасается и изменяется так много жизней. Спасибо тебе, что ты дал нам честь быть участником того, что ты делаешь здесь. Спасибо еще раз, любимый Иисус. Эймен, эймен. Пожалуйста. Итак, дорогие, объясняем, минуточка. Пожалуйста, я хочу, дорогие мои, чтобы каждый, кто находится в этом зале, да, естественно, мы не говорим о детках, младенцах. Все, кто могут понимать, о чем мы молимся и постимся, все, кто в возрасте, где они могут сделать какую-то жертву, пожалуйста, пройдите туда, да, у нас будет вот там место, где... Мы можете не спешить, толпой не надо, мы всех подождем, всех запишем, там достаточно. Любой день выберите, дни не заняты. То есть, когда ты хочешь, тогда ты и будешь поститься, окей? Это не то, что, о, этот день занят. Не переживайте, все открыто, любой день, любую неделю. Хотите каждый понедельник? Возьмите каждый понедельник. Кто-то хочет каждый вторник? Возьмите каждый вторник. Кто-то хочет просто один день. Дорогие мои, давайте, как семья, хотя бы один день. И, опять же говорю, на домашних группах, в периоде вот этих 40 дней, молитесь об этих людях. Пусть у вас будут списки. Печенье отложите, все этот чай, дорогие мои, давайте вот просто сосредоточимся. Мы еще успеем с вами попить чай и поесть этой колбасы, да? Все нормально, это не убежит. Но давайте этот сезон сделаем, оденем вретище. Кто-то понимает, что такое вретище, да? Кто-то понимает, что такое мешковина? То есть, они одевали на себя, они рвали одежду, одевали мешковину и посыпали голубепом. Почему? Чтобы не только люди, но и Бог видел, что эти люди, они сейчас в смирении, у них есть нужда. И поэтому, дорогие мои, это наше смирение, это наше вретище, где наш желудок даже нам напоминает, что ты слабенький, тебе кушать хочется. И, естественно, я всегда говорю, Господь, посмотри на меня, я хочу видеть этот дом полный, я хочу видеть восстановление, я хочу видеть сети полные урожая, хочу видеть эти житницы, наполненные душами. Аминь. Хорошо, дорогие, люблю вас, благословляю. Увидимся с вами в воскресенье. Пожалуйста, пройдите вот туда, в лады, да, и за столом выберите любой день. Вам дадут карточку, которую вы уложите в кошелек на холодильник, чтобы не забыть, хорошо? Спасибо. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok